Итак, что же мы там понаходили? Конечно, всё я показать просто не успею и рассказать обо всём точно нет. Но вот тот самый слой пожара начала гуннского времени. Помните, там вот эти камни, там когда загорел шествой. Он хорошо датируется находками, вот эта вот так называемая прогнутая подвизная фибула двучленная, которая относится к 4 веку, в целом они датируются, это импортные вещи, это влияние со стороны черняховской культуры. На самом деле таких находок на территории нашей области уже много. Это они дают горизонт черняховского влияния, который существовал там с начала 4, ну практически весь 4 век. Но на самом деле говорить о том, чтобы это куда-то там дальше 4 века, такое изделие не могло полететь. И вот, например, такая вот маленькая железная пряжка с таким язычком, который как бы обнимает рамку пряжки. Это тоже характерная вещь, и в общем-то вот эти находки позволили как бы оттолкнуться от этого горизонта и сказать, что вот да, вот здесь слой пожара какого-то начала гуннского времени, скорее всего 2-4 века. Гуннское время начинается в 375 году, когда гунны переходят через Дон, нападают на Готов, то есть это вот последнее четверть 4 века, начало 5 века, вот когда эти вещи были актуальны, когда они могли выпасть в этот слой пожара. На самом деле, да, там была вот самая, вот честно сказать, вещи, это одна сторона жизни археологов, самая любимая, это всегда битые горшки. Вот, например, здесь нарисован профиль битого горшка, очень типичного для мощенской культуры, видите, такой очень высокий венчик этого горшка, потом такой перехват и плечико. Если продолжить всю эту линию, там дальше будет Донца, то есть вот такая вот типичная форма, которая нам близка. И в это время существуют вот такие вот миски с невысоким бортиком, с ребром, то есть это, я понимаю, что это тяжело воспринимать не археологам, да, то есть это вот горшки раннего времени существования этого городища и миски. А вот дальше идёт керамика классической мощенской культуры. То есть вы видите, высокие горшки с высоким, слегка отогнутым венчиком, таким перехватиком и дальше такие округлые плечики. Это диагностирующий праздник. Понимаете, находки можно выбрать, находки могут не сохраниться или не существовать в данном слое, а битые горшки будут существовать всегда, потому что глиняная посуда, она хрупкая, используется в массовом количестве, изготовляется, и её вот эти вот характерные черты для археолога, это как бы открытая книга, которая позволяет датировать разные вот эти вот эпохи. Вот опять же такие же горшки, вот с таким уступчиком, вот классическая мощенская миска, таким ростуобразным верхом, ребром, то есть вот если найти, они чаще всего бывают лощёными, имеют такую чёрную блестящую поверхность, найдя такие черепки, можно точно сказать, что вот да, это классика мощенской культуры, вот то, что мы имеем вторая половина четвёртого, весь пятый век, она существует в таком виде. Есть, конечно, горшковидные такие миски лощёные, и есть такая замечательная категория находок, которая называется либо глиняный диск, либо глиняные сковородки. А это круги глиняные, вот такие диаметры, вот в профиле они выглядят вот так вот, да, плоский блин с небольшим бортиком. Ну, глиняная сковородка – это не новость, они существуют, например, в Грузии до сих пор, вот на них в грузинских ресторанах подают различные блюда. Для чего они служили в древности? Да, потому что жители мощенской культуры не знали печек, у них были открытые очаги, на открытый очаг, если поставить такую глиняную, в общем-то, плюшку, на ней можно испечь лепёшку, на ней можно приготовить какое-то блюдо, это вот как такая подставка, которую можно поставить легко на угли и получить эффект. Часто к ним ещё придавались такие конические крышки, которые позволяли достигнуть эффекта такой, как бы, духовки. Вот тоже характерная вещь. Ну, самое интересное, что мы начали узнавать, это как раз находки, которые после пятого века, финал пятого века, та самая часть истории мощенской культуры, которая была нам неизвестна, пятый, шестой, первой половины, седьмого века. Вот, например, находки из постройки 2А, где вот с этим типичным набором мощенской посуды были найдены ряд предметов, ну и, например, вот такая вот, ну, поначалу нам показалась серебряная вещь, это фибула, застёжка, ну вот её вид сверху, вид сбоку, она не полная, поэтому, ну, сейчас я покажу более целые экземпляры, это застёжка с иглой, которую закалывали в верхнюю одежду, и сделана она была из свинцово-лавянистого сплава. Похоже, ну, чаще всего такие вещи делаются из бронзы, из железа, вот мы видели железную фибулу с более раннего горизонта, а здесь, видать, то ли с недостатком мастерства, то ли с недостатком металла, люди изготовили эту штуку из легкоплавкого сплава, потому что, ну, понимаете, свинец можно расплавить в костре, я в детстве этим развлекался, на ложке можно вполне это, оловянные солдатики, там, свинец и олова, они очень легкоплавкие. Вот они сделали себе такую какую-то имитацию застёжки, и вот это вот оказалось очень интересным вариантом, потому что впервые такие застёжки известны, но в основном все они известны, либо из сборов с поверхности, либо из грабительских находок, которые попали в музей. Практически это единственный случай, когда вещь была найдена на своём месте. Это такое счастье для археолога, тем более в современном мире, когда эти находки дёргают легко и в огромных количествах, когда, да, мы видим постройку, мы видим, какая была раньше, какая была позже, и здесь на своём месте лежит эта вещь, это было невероятное счастье. Благодаря этому не так давно я предпринял целое исследование про застёжки таких типов, они называются фибулы типа Картавцево-Сиренск, выделил их мой коллега Илья Рафаэльович Ахмедов в 2008 году, но с тех пор их набралось изрядное количество. Вот здесь вот красным квадратом отмечена та самая находка из городища Акиншина. Вот это все вот такие находочки. То есть вы видите, что здесь пружинка, игла, иглоприёмник с внутренней стороны, то есть это по сути дела вот такая вот застёжка. Иглы, ну вот только вот здесь вот в одном случае сохранилась игла, и та она вторичная, в общем-то, застёжка. Их уже достаточно много, они образуют большую серию, вот если вы обратите внимание на карте, это вещи, которые были распространены только на нашей территории. Это как бы этнографические фибулы мощенской культуры 2-4-5 века. Они себе такие застёжки придумали, они их изготавливали, они их носили. То есть это вот их понятие о красоте, вот чем должна закалываться верхняя одежда, как они узнавали друг о друге. То есть это вот очень интересный мой вариант. И я даже попробовал, ну как бы разобраться, откуда произошла форма самой фибулы. Они её не сами выдумали, они её как бы взяли чужеродные ему образцы, переработали и сделали свою собственную красоту. Но вот прототипы, культурный круг, откуда они могли появиться, существуют вот такие вот замечательные изделия, очень похожие на то, что я вам сейчас показывал. Это так называемые резоноокские кристовидные фибулы. Это фибулы окских финнов. Их культура, она в основном распространена в среднем течении Аки, это современная Рязань, да? Там тоже такие замечательные застёжки в конце 4-го, начале 5-го века появляются. Но они отличаются вот такой площадочкой, которой нет на фибулах картавцево-сиренске, если вы обратите внимание, здесь вы видите, что эта спинка кончается с такой шишечкой сразу. А если вы сюда посмотрите, вот эта спинка дуговидная, потом такая площадочка и уже кнопочка, да? То есть вот есть такие нюансы. И опять же, они очень любили вот такие вот огромные оси со специально изготовленными бронзовыми кнопками, которые их заканчивали. То есть вот это один из прототипов того, что придумали на Верхней Оке. Это происходит со Средней Оки. А сами вот эти вот такие дуговидные спинки, такие треугольные ножки, вот такие фибулы, они пришли к нам с Запада, со стороны Прибалтики. Это фибулы балтского типа. То есть вот две традиции, которые одна зародилась на Средней Оке, вторая в Прибалтике, встретились здесь. Ну вот как-то оказали некое влияние на жителей, носителей мусинской культуры. Они сделали вот эти вот самые своеобразные свои украшения. Ну, это уже было хорошо. Я был совершенно счастлив, что такое получилось. Но на самом деле раскопки Акиншинского городища тоже обратили внимание на некоторые категории находок мусинского культуры гуннского времени, культуры раньше никто не обращал внимания. Это вот такие вот замечательные свинцовые, тоже свинцово-оловянистые, то есть легкоплавкие нашивки на одежду. Это, в общем-то, ну, простенькие украшения, очень дешевые. В общем, все, что делалось из легкоплавских вот этих свинцово-оловянистых вариантов, вариантов это, ну, как бы для бедных. У кого нет другого, собственно, металла, нет денег на более дорогие вещи. Это вот такие вот свинцовые плюшки, сзади которых вот такой канал, который перекрыт тремя или двумя перемычками. Через этот канал продевалась нитка под этими перемычками, и с помощью иголки прикреплялась к одежде. То есть это такие вот нашивочки, бляшечки. И выяснилось, раньше это тоже нигде не фиксировалось, потом эти находки начали подбираться. Как всегда так бывает, когда ты начинаешь чем-то интересоваться, тебе вот как бы откуда-то сверху начинают... А, тебе это интересно? Ну, пожалуйста, да это же вот оно есть, вот оно есть, вот оно есть. Ты собираешь это и начинаешь этим заниматься, очень интересоваться. Замечательно. И беда еще в археологии с такими легкоплавкими изделиями, они не везде сохраняются. То есть на самом деле есть понятие оловянной чумы, когда условия, в которых эта находка находится, то есть не во всех почвах она просто сохранится. То есть в большинстве случаев вот эти оловянные, свинцово-оловянистые изделия, они просто разрушаются, от них не найдешь даже следов. А вот на некоторых памятниках они хорошо сохраняются, среда была благоприятная, и мы видим вот эту вот красоту, которой они обшивали какую-то свою одежду. Нам, мы узнали еще вроде как бы маленькую совершенно черту, но тем не менее то, что не знали до этого. И очень интересно, и начинает дальше складываться эта картинка. И вот эти вот замечательные железные булавки, они уже попадались, на самом деле мы о них знали, но теперь мы поняли, что как бы в классическое время они существуют вот в таком виде. То есть это железный штырек, вверх которого так завернут, называют посоховидные булавки. Ими скреплялась какая-то женская одежда. Чаще всего они были парными, между ними бывали какие-то ожерелья, цепочки, то есть они составляли вот какой-то вот такой элемент костюма. То есть они на плечах застегивали одежду, между ними было ожерелье. И мы выяснили раскол. Во всех постройках гуннского времени, то есть начиная с конца 4-го, начала 5-го века и вплоть до 7-го века, пошли вот такие вот в большом количестве булавочки. Вот головка этой булавки стала по сравнению с более ранними экземплярами меньше, раскованная, но тем не менее, видать, судя по массовости, это очень распространенный элемент костюма, о котором мы тоже раньше не имели никакого представления, потому что, я говорю, эти слои, ну понимаете, вот в 7-м веке заброшено городище. Мало ли что случилось с этим местом. Вот так, чтобы эти слои были в замечательной сохранности, это редкая удача и большое счастье археолога. И вот это вот тоже какой-то маленький элемент истории, связанный с вот этим временем, с костюмом этих людей, о котором мы никогда ничего не знали. Тем не менее, вот эти вот замечательные подробности проявились. Ну и самое интересное, да, как же все закончилось. Вот. Мы нашли постройки, которые самые поздние сейчас для мощенской культуры. На самом деле, сейчас у нас есть надежда найти еще чуть более поздние постройки. Это я потом расскажу, почему это так интересно. Вот с середины 7-го века мы находим постройки, и эти постройки нашпигованы теми самыми трехлопастными железными наконечниками стрел, которые находила еще и, собственно, Юлия Густавовна Гендене в 903-м году, потом все это всегда, мы увидели, что финал жизни этого городища был трагический. То есть эти постройки в середине 7-го века сгорают. И сгорают почему? Потому что они утыканы стрелами. Ну, наверное, не от какой-то хорошей, но это явно не самострел, да, значит, были какие-то враги, которые атаковали жителей этого городища, все усыпали, оставили вот эти следы в виде этих трехлопастных наконечников стрел, и жизнь на этом городище более не возобновлялась вплоть до уже древнерусского времени. Ну, что ж такое эти стрелы? Давайте немножко о них поговорим. Трехлопастные стрелы нашего региона. Их, на самом деле, достаточно много уже набралось. Если вы обратите внимание вот на эту карту, вот такими зелеными стрелками обозначены места, где, в общем-то, они находились, да, а вот красная стрелка – это тот самый Акиншинское городище, о котором мы сейчас говорим. Ну, вообще, это стрелы, которые существуют в гуннское время, они так называемые гуннские стрелы, типичные для лука. Вот эти вот завоеватели гунны, они очередной раз в Европу привезли инновацию, сложно-составной лук, очередная из его модификаций, с костяными накладками, который был очень мощным. Ну, гунны – они степняки. Понимаете, самое дальнобойное оружие нужно кому? В первую очередь – степнякам. Потому что в степи можно выстрелить очень далеко. В лесу стрелять далеко не очень надо, потому что из-за дерева дерево, из-за дерева куст. То есть стрела слишком далеко не полетит. Поэтому луки лесных народов, есть куча нюансов, но в общих чертах мы можем сказать, что они менее дальнобойные. Потому что степняк, он видит зайца, хочет выстрелить за 600 метров. Да пожалуйста, если у тебя хватит сил, если у тебя очень хороший мощный лук, ты там на 300 метров. Есть разные рассказки про эти степные луки. Они стреляли очень далеко. И вот для этих луков делались вот такие сложные стрелы. У них такая хорошая аэродинамика, они летят далеко, тяжелые. Это оружие того времени, это символ гуннского времени, можно сказать, вот эти самые гуннские стрелы. Но понятно, что гуннское время началось не в 7 веке, оно продолжалось с конца 4 по середину 7 века. И все это время эти стрелы летали. То есть сказать точно, что вот эти все стрелы, которые найдены сейчас на территории области, их на самом деле больше. Ну, одна картинка приведена. Вот верхние два ряда, это как раз с Акиншинского городища, а нижние ряды, вот это городище Петровское, вот это городище Щепилово, это городище Ростиславля, вот это вот чертово городище. Они похожи, но не совсем. Честно сказать, вот есть какой-то шанс разобраться, потому что они есть вот такая конструктивная особенность. Вот если обратить внимание на Акиншинские стрелы, у них вот этот черешочек, он как бы заходит внутрь лопастей. Вот у него есть краешек, который круглый заходит. А вот эти стрелы, вот видите, черешок сделан, как обрублен, и к нему дальше раскован собственно сам наконечник. Нет этого перехода. Ну, возможно, это со временем сыграет, там я как бы высказывал такие предположения, как бы полное доказательство пока невозможно, что вот стрелы вот эти вот более поздние, чем вот эти вот, которые исполнены вот так. Ну, не суть это для нас, но в общем, это интересная категория находок. Вот. Если мы обратим внимание, вот по типологии Ирины Петровны Засецкой, замечательного исследователя гуннского времени, вот она предложила вот такую вот типы гуннских стрел. Видите, они есть там с ромбическим пером, там с каким-то вытянутым, со сложной формы. Наши все стрелы, которые есть с области, они все относятся вот в этот тип 3В, можно сказать, да, то есть вот когда стрела, нижняя часть вот так вот немножко как бы прогнута, потом черешочек, да. И вот городище Акиншина, которое мы знаем, что вот эти стрелы выпали в середине 7-го века, но от них погибло. И замечательным сопоставлением послужило вот такое вот городище Терехова, которое находится на Средней Аке, это Шиловский район Рязанской области. И там тоже городище погибает в середине 7-го века и тоже утыкано ровно такими же стрелами. Судя по всему, в это время, как раз в середине 7-го века, на правобережье Аки исчезает культура рязановских могильников, вот эти вот те самые рязанские финны уходят за Аку в глубокие мещерские леса. И на территории нашей области очень сильно падает количество населения, мощенская культура практически прекращает свое существование. Вот какая-то вот эта вот была волна, понятно, что вероятнее всего этими стрелами пользовались кочевники. Ну, кочевник, это дело такое, попробуй поймай, его археологические следы, вот он проскакал по степи, какие следы он оставил, да, вот копаете, ничего не раскопаете. Это только погребения отдельные, которые могут быть случайно, то есть это очень сложно все доказуемо. Вероятно, был какой-то вот очередной накат со стороны степи на окраину лесной зоны, которое привело к тому, что исчезли очень многие культуры, очень сильно изменилась культурная карта, и вот мы видим вот эти вот материальные следы от того, и вот сегодняшнее наше городище, Акиншино, имеет к этому самое непосредственное отношение. Как же мы узнали в 7 веке? Я говорил уже, что вот эти стрелы можно датировать и пятым, и шестым, и седьмым, и они еще живут дольше. Самое важное для основания для датировки это вот такие вот находки, накладки геральдического стиля, так называемые. Это ременные накладки, ну, как бы, акцентирую, ременные, не поясные. То есть пояс – это частный случай ремня. В то время в костюме очень многих культур, в первую очередь это степных, кроме ремней поясных, использовались портупеи, то есть на чем висело оружие. И очень большая категория – это обувные ремни, поскольку тогда кроить обувь не умели, то есть она делалась, ну, по факту, в виде кожаного мешка кочевниками. И этот мешок надо было привязать к ноге, чтобы он не спадал. И привязывали с помощью вот такой сложной системы ремней, которые тоже активно украшались бляшками, наконечниками, там были пряжечки. То есть ремней было много. Опять же, есть ремни на лошади. Более чем достаточно. То есть это стиль украшений самых разных ременных наборов. Вот эти вот две находки я вам показывал уже, они были найдены в поздних постройках городища Акиншина. Это бляшечки от таких ремней. Вообще есть находки подобной ременной гарнитуры на верхней оке достаточно много. Мы с ней будем еще много разбираться. Долго. Это очень интересная история. Что касается вот этих вот двух штучек. Вот если вы обратите, вот эта вот карта, составленная была Игорем Олеговичем Гавритухиным, очень известным исследователем. Как раз вот этих вот, он занимается много чем. Одна из его тем, это как раз вот эти геральдические гарнитуры. Назвали их геральдическими, в общем-то, ученые в 20 веке. Вы понимаете, что это не имеет отношения к герольдам, к графам-баронам. Просто вот эти вот щитки, они похожи на какие-то вот такие щиты, из геральдики. Поэтому ученые в 20 веке их назвали геральдические гарнитуры. Конечно, эти кочевники никогда не знали этого слова и даже не думали ни о каких герольдах и об этом названии. Если вы обратите внимание, вот на этот красный квадрат, вы видите, что вот как раз накладки такого типа в основном распространены на Кавказе и в Крыму. То есть, это довольно дальние южные вещи, которые, судя по всему, и вот видите, вот эти оп, вот она точечка, это Акимшинские городичи. Это где-то в тысячи километров на север. Соответственно, судя по их размеру, это именно обувные вещи, и они как бы приходят в корреляцию с теми самыми трехлопастными наконечниками стрел и, судя по всему, являются наследием нападавшей стороны, которые, во-первых, к счастью, нам это удалось продать, скорее всего, они выполнили где-то около середины седьмого века, когда случилось это событие. И это гости с юга, которые могли, собственно, и пользоваться, и, скорее всего, и пользовались этими самыми трехлопастными стрелами, и с помощью которых было, собственно, и уничтожено это замечательное городище. Вот. Что же касается горшков, ну, часть это было, как я говорил, то, в общем-то, находки бывают или не бывают, а горшки-то есть всегда. Потому что, ну, горшки, слава богу, пока еще не тащат с археологических поселений, могильников, в некоторых случаях уже тащат и продают. Но, тем не менее, их очень много, надеюсь, что всех на наш век хватит. Вы видите, если я вам говорил о классических мощенских формах, там вот такой прямой венчик, переход, а здесь вы видите, вот этот переход утрирован в какое-то вот такое ребрышко, и сам этот горшок, он более какой-то такой рыхлый, аморфный, то есть явно видна, что эта вещь сделана в традиции мощенской культуры, но она немножко не совпадает с классическими формами, которые мы знаем хорошо там в 4-5 веке. И действительно, получилось вот тоже находки этих горшков с построек, они продолжают мощенскую традицию, мы можем честно сказать, что в середине 7 века это были носители мощенской культуры, которые бы подстрадали от этих трехлопастных стрел, от этих, возможно, кочевников с юга, но тем не менее, эти горшки эволюционировали, как вся вот эта вот, на самом деле, по горшкам археологи часто там с точностью до полувека всяко могут продатировать древние поселения. То есть не всегда есть возможность найти такие там красивые георгические накладки, там какие-то наконечки стрелы, горшки можно найти всегда, и даже на самом скудном поселении, где очень слабый культурный слой, ну, обломки горшков-то мы найдем. И вот эти вот самые, вот запомните, вот такая форма, да, вы видите, да, это похоже, но это уже не то, это уже позднее развитие вот этих горшков мощенской культуры, которые нам говорят, вот, в общем-то, об этой самой середине 7 века. Ну, и если мы посмотрим вот на такую схему, которую в свое время нарисовал Александр Михайлович Колоколов, который здесь присутствует, который занимается несколько более поздним периодом, который 9 век, это вот уже вот это самое славянское заселение, вот здесь вы можете видеть, в 8 веке в поднесении это выглядело так, это совершенно другие формы горшков, это низкий, очень отогнутый венчик, такие грубые плечики, вот это славянская традиция горшков, роменская культура, которая сюда пришла. И мы в постройках 7-го, уже 9-го века находим иногда вот такие горшки, которые имеют четкие прототипы на Акиншинском городище слоев 7-го века. Это нам говорит о том, что вот это население, носители мощенских традиций, оно не исчезло, оно не улетело к звездам, оно не погибло целиком. Эти люди остались на этой территории и они, их потомки, которые еще помнили какие-то их традиции, доживают до 9-го века и они являются частью того самого славянского населения уже древнерусского времени, которое здесь жило. Собственно, так получается, что вот кровь этих потомков, носителей мощенской культуры, они стали частью генофонда, как угодно говорите, оно существует до сих пор через вот этих самых славян, носителей культуры уже роменского типа, которые создали уже древнерусские поселения, и дальше, 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 дальше. Вот этим нам это все и интересно. У нас есть жуткая проблема с памятниками 8-го века. Самые четкие вот эти славянские горшки, вот эти поселения, они начинаются с рубежа 8-9-го века, а я вам сегодня показал у Акиншинской городище, которое точно существовало в середине 7-го века, куда потерялись 100 лет. Вот это страшная проблема, очень интересная, мы, я думаю, решим рано или поздно, уже есть какие-то первые наметки, но вот этого, как происходила эта смена, кто приходил, может, в 8-ом веке приходил кто-то еще, кого мы не знаем пока, вот эта проблема, это дело будущего, может быть, когда-нибудь я или кто-то из моих коллег вам это расскажет, но сейчас мы этого еще толком не знаем. Спасибо за внимание, берегите памятники археологии, они могут рассказать кучу интересного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ